Соревнования по конному спорту впервые появились на Олимпийских играх в 1900 году в Париже и с тех пор включались в каждую программу последующих игр. Наибольших успехов на Олимпиаде в этом виде спорта белорусы достигли в 70-80-х годах. Сегодня лучшие традиции продолжают и развивают в Ратомке. Это программа «Центральный регион». Здравствуйте! История центра фактически началась в 1962 году, когда в 35 километрах от Минска в деревне Королёво была организована республиканская конно-спортивная школа. А в 1965 году она была перенесена в Ратомку. Позднее там же был организован иконный завод. В 70-х годах Ратомку стали отстраивать как большую всесоюзную базу. Сюда был приглашен заслуженный тренер Сэр Мухин Сергей Борисович Патроеборио. И эта база планировалась, так как здесь очень хорошая земля, она наша и сейчас до сих пор, для проведения кросса, именно полевых испытаний. Здесь ландшафт такой с горками, в общем, то, что нужно, шикарный ландшафт для проведения кросса. И делали ее как союзную базу. И в выездке было уделено внимание у Грюмов. Виктор Петрович тоже на тот момент заслуженный тренер СССР был приглашен для развития выездки. И Владимир Багнер по конкуру. В общем, все три вида развивались стремительно, начиная где-то с 70-х годов. Здесь уже появились в конце 70-х, начало 80-х годов свои команды по Треборио, по выездке. С 90-х, да, когда вот уже стала самостоятельным Беларусь, немножко были трудные времена, наверное, переходный период с 90-го по 2000-е, чуть позже. Потому что пришлось, конечно, нам самим все организовывать. Раньше же спортсмена подготовила, и, в общем-то, можно было в сборную, и взрослая сборная проходила подготовку в Москве. В основном забирались на сборы, готовились, подключались другие тренеры. В этот период уже пришлось все делать самостоятельно. Было объединение произведено Республиканской школой высшего спортивного мастерства и конного завода имени Доватор. Объединение это дало возможность создать такой центр, это по указу президента. И теперь мы имеем всю землю, мы имеем конный завод, имеем саму школу, ну, то есть спортивный отсек. И все внутри выращиваем сами корма для лошадей, обеспечиваем, обеспечиваем конным поголовьем как бы и школу, и, в общем-то, реализуем лошадей для других конно-спортивных школ Республики. Сегодня Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства – это современная база европейского уровня, где есть пять манежей с покрытием по международным стандартам, конкурный стадион, тренировочные поля, троеборная трасса, конюшни и ветеринарная клиника. А еще база уникальна и тем, что тренироваться здесь спортсмены могут бесплатно. Во-первых, из постсоветских, только вообще в трех, ну, бывших республик – это Россия, Украина, Белоруссия, Сохранен, конный спорт – вообще все три вида. И то, так, относительно, что на Украине, например, троеборья в основном уже немножко есть, но не на таком уровне. Основные, так, уже неконкурентоспособные, так будем говорить. А уже вот именно такая система в системе Дюсшак, где дети имеют возможность все-таки бесплатно заниматься, наверное, мы уже остались одни. В России только, ну, есть государственная школа, но очень уже мало. А уже в Европе – это дорогой вид спорта. И, конечно, то, что люди наши имеют такую возможность, это очень ценно. На базе нашего центра существует школа, где детки могут прийти и научиться заниматься конным спортом, где они могут познакомиться с новым для них миром, с миром лошадей, найти к ним подход. Дети к нам приходят в школу с девяти лет до одиннадцати, двенадцать. Они должны сдать тестирование вступительное по общей физической подготовке, где мы смотрим, насколько сильные дети, насколько выносливые, гибкие, практически на все физические качества у нас тестирование есть. И лучшие поступают на бюджетную основу в нашу школу, продолжают заниматься. Они занимаются у нас в начальной подготовке, затем мы сдаем тестирование, опять же, и дети могут попробовать свои силы, чтобы поступить дальше в спорт. Если сравнивать со школой, то наше отделение начальной подготовки – это как первые классы, где мы изучаем азбуку. А дальше уже дети выбирают себе отделение, конкур, выездку или троеборье, и уже целенаправленно работают в этом направлении. Самый главный критерий – это любовь к лошади и желание заниматься конным спортом. Конный спорт, он, в принципе, возрастной такой, но мы стараемся набирать детей помоложе, с девяти лет, чтобы у них было как можно больше спортивных жизней, карьера продолжалась. Дети должны быть физически сильными, гибкими, координация должна быть очень хорошая, потому что на лошадь без координации проехать очень сложно. Что касается партнера для детей, мы, конечно, смотрим по уровню подготовленности. Для самых маленьких мы даем лошадок пониже, поспокойнее. Дети, которые занимаются больше года, лошади чуть серьезнее. И все зависит от уровня подготовленности всадника. Я очень давно любила лошадей, почти с детства. И всегда хотела заниматься конным спортом. Вот мама исполнила мою мечту, записала меня на конный спорт. Поседлаться мне, конечно, трудно, потому что такого роста низкого. Так помогают девочки, компания хорошая. Ну, сложного, в принципе, ничего нету пока что. Мама говорит, когда я нахожусь в обществе, я уже успокаиваюсь. Ну, по характеру обычно различают лошадей, всякие наездники. Вот мне она по характеру нравится, тем, что она такая более послушная. Герда, она порода белорусская, упражная. Когда на ней рысью скачешь, она как диван, в общем, можно сказать. Хорошо слушается меня. Бывают люди падают. Не бывает такого человека, который не упадет. Только если какой-нибудь супермен, например. А так, если упадешь, вот я уже один раз упала, ну, ничего страшного не было. Я уже этого не боюсь. Я планирую дальше заниматься, конечно, трудиться, стараться, пытаться всего добиваться. Может, как-нибудь сама чудом смогу выседать лошадь. Но я эти все трудности буду стараться преодолевать. На базе центра каждый год проходит детский лагерь, в котором детки продолжают тренироваться. Тренируются с лошадьми, тренируются, посещают спортивный зал. Помимо этого, у них еще есть общественно полезные работы. Это и они ухаживают за лошадьми, помогают на конюшне. Ну, и детям очень нравится обычно. Мы проводим всякие разные мероприятия, которые дети воспринимают на ура. По моим наблюдениям, сейчас просто большинство девочек почему-то задерживаются, не выдерживают нас мальчишки. В конном спорте не может быть такого, понимаете, быстрого, ну, как-то роста. Надо терпение, надо труд ухаживать за лошадьми, подождать. Если лошадь тоже, опять-таки, своего возраста тоже пока будет выступать. Вот сейчас как-то даже не две трети, а уже больше. Еще как приходят, так и остаются. Где-то вот в мои годы, наверное, я приходила, было наоборот такая пропорция. Но, в принципе, это мировая тенденция. Есть еще один дополнительный мотив, которого нету в других видах. Это любовь к животным. И они приходят, и те, кто любит ухаживать, они действительно, это становится их образом жизни. Они здесь, даже когда тренировок нету, и выходные, вы отприезжают, и просто пообщаться со своими любимыми питомцами. Еще дай бурь. Дай. Ай, молодец. Я занимаюсь конным спортом примерно 7 месяцев. Я первая в семье вообще во всей родословной, кто занимаюсь конным спортом. Меня хотят отправить в троеборье. Ну, по крайней мере, я стремлюсь к этому спорту. Там выездка, конкурс и кросс-препятствиями. Ну, половина детей, как только узнают, что там высокие прыжки, там очень быстро ездят голубым лошади, и им становится страшно, и они не уходят. Но после того, как я, ну, первый раз прыгнула, очень высокий прыжок, ну, мне еще сильнее понравилось, и я еще сильнее захотела туда. Это лошади. Это твоя вторая половинка, с которой ты будешь всегда рядом. Самым главным в этом спорте является взаимопонимание. Ты должен чувствовать лошадь. Лошадь должна чувствовать тебя. Впереди краткий дайджест новостей столичного региона за неделю и реклама. А я напомню, что все эфирные видео доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале столичного телевидения. Заходите, смотрите, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Летние лагеря открыли свой сезон по всей Минской области. Так, например, Зубрёнок в Медельском районе принял на отдых не только белорусских ребят, но и детей из Сирии. Они проведут на берегу Нарычи 15 дней, посетят достопримечательности нашей страны, поучаствуют в культурных и спортивных мероприятиях. Также в Минской области для школьников доступны лагеря дневного пребывания, оздоровительные, профильные, военно-патриотические и IT-лагеря, где у ребят будет возможность провести каникулы с пользой. Нашествие клещей наблюдается в Солигорском районе. Уже более сотни человек пострадали от укусов клещей. Треть из них – дети. С начала сезона в медицинские учреждения уже обратились на 20 человек больше, чем в прошлом году. Причем случаи зарегистрированы не только за пределами райцентра. Почти 9% из них произошли в черте города. Специалисты еще раз напоминают о важности самоосмотра после посещения зеленых зон. В Минской области готовятся к переписи населения. В Воложинском районе уже обозначены планы мероприятий накануне масштабной государственной программы. Подсчет будут производить путем личного опроса населения и использования административных источников. Всеобщая перепись жителей нашей страны пройдет в октябре следующего года. Это программа «Центральный регион» и мы продолжаем. Сегодня мы в Республиканском центре олимпийской подготовки по конному спорту и коневодству. На базе центра проходят республиканские мероприятия, этапы Кубка мира по конному спорту. Тут же базируется наша национальная команда. Как раз в день визита нашей съемочной группы пять участников национальной команды отправлялись на этап Кубка мира в Нижний Новгород. В таком вот фургоне, стоимость которого, к слову, 150 тысяч евро, поедут в Россию наши спортсмены. Тут оборудована комната, где есть все необходимое, а также шесть мест для четвероногих участников соревнований. На этап Кубка мира в Нижний Новгород едет шесть большепризных всадников. Это, в принципе, весь национальный состав сборной. Они будут бороться за получение квалификации, за призовые места. Состав судейской там представительный. Пятизвездочные судьи, которые обычно судят вот такие, такого ранга соревнований, как чемпионаты Европы, чемпионаты мира, финалы Кубка мира. Поэтому задача показать себя. Задача ставится перед спортсменами. Это получение квалификации на чемпионат Европы следующего года. Ну и на призовые места рассчитываем все-таки на первое и третье место в Нижнем Новгороде. Этот год у нас и для выездки, и для троеборья, для взрослой команды является просто рейтинговым. Выбираем турниры типа этапов Кубка мира или международных соревнований, где показываем как бы судей, мы набираем квалификации. Чемпионат мира у нас в сентябре в США. Решили, что не повезем туда ни выездку, ни троеборья. Из-за, ну, как бы, сканины сохранить к следующему году, к олимпийским квалификациям. Очень проблематично. И как перенесут дорогу, и, в общем-то, сам результат не настолько. Мы не можем сказать, что мы туда за медалью поедем. Поэтому сами приняли такое решение. Этот год подготовительный, чтобы, ну, как бы, собрать силы и ударно выступить в следующем году предолимпийском. Работа в Ратомке не прерывается ни на секунду. Кто-то уезжает на соревнования, кто-то усиленно тренируется на месте. Как, например, неоднократный призер и победитель различных соревнований, мастер спорта международного класса, а также кандидат на Олимпийские игры 2020 года Роман Воронько. Тренировки ежедневно, то есть мы общаемся круглосуточно, 7 дней в неделю. Это все, и по два раза в день. Мы утром работаем, после обеда шагаем, и, опять же, там, восстановительные процедуры. У кого наоборот, то есть, ну, ежедневно. Это как бы, если ты попал на конюшню, то ты отсюда просто так не уйдешь. Это же живое существует, что, ну, как бы, не мотоцикл поставил в гараж, масло поменял. То есть его надо покормить, если есть собственные кони. То есть надо пойти покормить их, лишний раз дать им больше сена, например, воды налить им. То есть просто угощение дать, морковки, яблоко купить, принести. Это жеребец Фарсинг. Фарсинг у меня жеребец. Он мне попал, когда ему было еще три года совсем. В этом возрасте эти лошади почти ничего не умеют. Сейчас ему уже 11 лет. Мы с ним попали, я его вырастил. То есть у нас, чтобы попасть, например, в нас команду, это надо выступить норматив уровня трех звезд. То есть если так, ну, ориентировочно, то на Олимпиаде у нас четыре звезды. И вот нам надо начинать с легкого класса, потом одну звезду, потом две звезды короткие, потом две звезды длинные, потом три короткие, три длинные. Это достаточно все очень долго. И это занимает большой промежуток времени. То есть это нельзя в одном сезоне. То есть у нас сезон начинается вот как снег сходит и как снег ложится. Вот у нас это сезон начинается. И в одном сезоне достаточно проблематично это все сделать. Потому что, во-первых, международный старт можно на лошади стартовать только когда ей уже исполняется шесть лет. Это международное правило у нас. Три года я на нем обучаю его до одной звезды. Потом я сезон еду одну звезду. То есть год прошел, и я в следующем году еду две звезды. Если все складывается хорошо, я могу попробовать свои силы в трех звездах. Но, как правило, если мы начинаем очень рано выступать, то и как бы мы очень и рано и заканчиваем с лошадкой выступать. Потому что они еще физиологически не сформированы полностью. И все. И то есть травмы спортивные у них заставляют уйти. У нас возрастной вид спорта. То есть даже можете посмотреть. У нас все как бы лидеры мировые. И они все достаточно возрастные. Там чуть ли не за 40, за 50 им лет. Потому что это все опыт. И пока ты найдешь нужную лошадь, которую вы в тандеме, чтобы вы нашли друг друга. Потому что бывает лошадь хорошая и всадник хорошая. Но просто они не совпадают друг к другу и все. Поэтому пока эта пара сформируется, пока ты еще своим опытом правильно донесешь до лошади. Правильно ее воспитаешь, правильно подготовишь. И рано не отправишь ее на пенсию. И подведешь к основному старту это к миру, к олимпиаде. То это должно быть очень много факторов сложиться, чтобы ты показал этот уровень. Чтобы постоянно показывать уровень, федерация делается очень много. К примеру, мы были свидетелями международного семинара с участием французского тренера. К слову, развивать наши собственные традиции в конном спорте, при этом перенимая международный опыт, вратомки стремятся уже не первый год. Если мы у себя не сдадим, не научим наших судей, наши инстанты, мы очень сильно отстанем. То же самое с нашими тренерами. Конечно, были у кого-то мысли, давайте тренера пригласим откуда-то, потренируют команду. К нам приезжал один очень, Жан-Филипп Камбулев, несколько лет приезжал на семинары. Он говорил, что этот опыт в никуда. То есть тренер приезжает, тренирует команду. Когда он уезжает, свои тренеры настолько как-то растворяются, что не происходит толчка внутри. Надо учить только своих. И мы пошли в систему семинаров. Мы уже более 10 лет, почти ежегодно проводим семинары, пользуясь услугами Олимпийской солидарности и с помощью Национального олимпийского комитета. И через... У нас хорошее такое плотное сотрудничество с ФИС, Международной федерацией конного спорта. И приезжают к нам, вот сейчас приехал на 6 дней, французский тренер по троеборью, как раз он подхватил. Сейчас у нас команда юношей готовится перед Европой. И юношей, и со взрослыми всадниками в национальной команде. Он целый день занимается практически. И, естественно, мы на этот момент приглашаем всех тренеров, даже не только там по троеборью, конкурдных тоже. Они стоят, смотрят практически на этих учеников, с кем он занимается, нарабатывается с переводом, все организовано, чтобы они получали этот опыт. Это, получается, уже второй семинар с французом Эдуардом Лежендре. Он к нам приезжал первый раз в апреле, перед международными соревнованиями, которые у нас были в мае. И достаточно продуктивную работу с нами провел. У меня на тот момент участвовали две лошади взрослые в семинаре, и на одной из них я осталась тоже на международных соревнованиях после семинара. То есть достаточно продуктивная работа была, много интересных упражнений. Что касается сегодняшнего семинара, он уже идет второй день. Сейчас у нас идет пока манежная езда, и он смотрит только лошадей. То есть я в этом семинаре участвую на молодой лошади. Основные у меня пока отдыхают. И достаточно своеобразная работа. Она отличается от той, которую мы ведем здесь. Разные подходы к тренировкам, разные методы. Но интересно довольно. Диана, что самое главное в тандеме лошади-человек, лошадь-всадник, спортсмен? Как добиться этого единения, чтобы получилось побеждать на соревнованиях? Должно быть доверие. Лошадь должна везде, во всем доверять. И ты должен доверять лошади. Не будет доверия, не будет никакой работы. К лошади надо относиться не как к какому-то средству, а как к партнеру. Это тоже спортсмен, и он тоже работает. И в какой-то мере он работает больше, чем ты. И в него можно вкладывать много чего. И времени, и денег, и сил. Чтобы она потом показывала хороший результат. Это спортсмен, и человек, партнер у него лошадь. Это партнер, это не оборудование, это не лодка, не лыжи, не велосипед, не машина даже. Потому что в машину вы посадите человека и скажете, вот коробка, вот здесь, вы так ручку поверните, здесь так, и машина поедет. Здесь нет. Здесь, как бы вы ни сказали, пока лошадь не поверит, даже если вы сделаете все, как вам кажется, как сказал тренер в этот момент, лошадь может отвлечь какой-то фактор, она живая, и она совершенно не так вам ответит. Поэтому животное надо чувствовать это, надо учиться взаимодействовать, чтобы оно вас понимало на уровне интуиции, на уровне ваших воздействий. А воздействие, когда вы сидите сверху, может только через ваши средства управления. Это руки, которые идут в куздечки лошади, это ноги. И, естественно, равновесие, сам баланс корпусом. Как вы ловите ее движение, насколько вы мешаете или, наоборот, помогаете в ее движениях. И тем более там прыжки. И обучение лошади очень долго занимает. Мы лошадь где-то берем в спорт, заезжаем в 4 года. А участвовать в уровне, программ уровней Гран-при, то есть там близко, она уже будет только к 9-10 годам. То есть этот период 6, 7, 8, 9 лет, ну да, пика ее, это период подготовки, где она каждый год по своему, по ее возрасту, вы должны не выступать в соревнованиях и подводить ее к соревнованиям более высокого уровня. Без предыдущих ступенек вы не перепрыгнете и не сможете участвовать в более сложной программе. На это уходит времени, труда. Опять-таки, бывает так, что в процессе в середине, вот в 7 лет или там 8, вы понимаете, что ваша лошадь, но не хочется ей прыгать. Вот все ей дано, а не хочется она прыгать. Опять-таки, тот же момент, что я говорю, что машина идеально сделала, и она все равно будет соответствовать. А здесь у нее есть своя психология, психика, там, она может родиться от шикарных родителей спортсменов и переймет все качества физические, например, для того же вида, для конкурса, для прыжка, но ей не хочется этого делать. И уже все тоже, опять-таки, вы понимаете, что, то, уже не говоря о других моментах, что она может чем-то не обладать, там, изначально родившись. Самая большая сложность – это в самом количестве лошадей. Это отбор, вы понимаете, спорт начинается с отбора. И если даже, ну, вот в Ратомке, в конном заводе рождаются жеребята, то их не рождается, и они вот родились, и этого года рождения они вот только эти в республике. Ну, может быть, извне, вот есть ферма в Палачанах, вот есть там в вертелишках единицы, и все. Их этого года рождения уже больше не будет. Вы понимаете, о чем я говорю, что если спорт другой, вот из населения, или там, из детского населения людей идет отбор, могут прийти потом в школу и выбрать, то мы уже этого года рождения больше не будем иметь лошадей. И это, конечно, очень мало. У нас турнирных лошадей в регистрации около 300. Я просто для сравнения скажу. А во Франции 32 тысячи турнирных лошадей спортивных. Ну, и, естественно, Германия, Англия, Швеция, Швейцария, все вот эти европейские страны, где традиционно конный спорт развивался и поддерживается на очень высоком уровне. Поэтому нам очень трудно в этом плане с ними соперничать, с каждую лошадь, которая у нас появляется. Мы как бы должны довести до какого-то уровня и не потерять. Мы проводим четыре крупных турнира почти каждый год. В Ратумку мы понимаем, что приехать – это полдня посвятить. Это же не в городе пойти на два часа. Когда мы проводим соревнования, мы стараемся организовать и детские городки, естественные точки питания. И когда погода здесь у нас отличная. Когда мы по выездке проводим, весной соревнования проводили этап Кубка мира, последний день, финальный день собрал очень много людей. Были полные трибуны, и люди были довольны. Ну, организовали им все, заполнили все паузы показательными выступлениями, собачками здесь, концертами, детскими представлениями. Надеемся, что вот кто уже попал и был доволен в следующем году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!